Яблони и груши засыпят вас урожаем, если подкормить их весной правильно. Не всякое азотное удобрение принесет стопроцентную пользу на вашем участке. И сейчас я расскажу, какое удобрение стоит использовать именно вам и как лучше всего его внести. Уже более 20 лет, работая в саду, я регулярно использую карбамид как весеннее основное удобрение, как основной источник азота. Карбамид, он же мочевина, это самый богатый и доступный источник азота для растений. Он отлично растворяется как в воде, так и в почвенном растворе. И в отличие от селитры, хорошо задерживается в почве и плохо вымывается, что особенно важно для легких супещаных почв. Карбамид это по сути универсальное азотное удобрение, и его можно применять и весной, как основное предпосевное, так и в течение сезона для подкормок. Кстати, это лучшая форма азотных удобрений для некорневых подкормок. Оно полностью растворяется, не обжигает листву, легко и быстро усваивается. До завесенного внесения, в зависимости от культуры и ее потребностей, 15-30 грамм на метр квадратный для овощных перед посевом и 10-15 грамм на метр квадратный для плодовых и ягодных в период набухания и распускания почки. Подкормки карбамидом мы проводим в первой половине сезона поливом, раствором или опрыскиванием по листу из расчета 30-60 грамм удобрения на 10 литров воды. Также можно подкармливать карбамидом и россыпью по почве, но в таком случае обязательно с последующим заделыванием и поливом, иначе часть азота в виде аммиака из удобрения просто испарится. Преимущество карбамида и его универсальность. Он применяется и для основного внесения, и для подкормок, и для защиты от болезней, и подходит для всех типов почв, особенно для легких. Не закисляет почву, он безопасен в применении, не токсичен и не приводит к накоплению нитратов при соблюдении норм расхода. Карбамид это не только удобрение, но и средство защиты растений. Обработка деревьев 7-10% раствором карбамида осенью помогает значительно уменьшить заболеваемость и в целом оздоравливает сад. Я уже давно использую удобрение Гродненского предприятия Азот Химфортис, это дочернее предприятие Гродно-Азот. Яркая, привлекательная и удобная упаковка, подробная инструкция с дозами внесения, оптимальный объем и, конечно же, высокое белорусское качество. Поэтому карбамид у меня всегда под рукой. Это, можно сказать, дежурное удобрение садовода. Карбамид можно вносить разными способами, но я предпочитаю два основных. Это внесение в почву с заделкой, особенно хорошо под дождик, и полив раствором. И сейчас мы с вами подкормим нашу яблоньку, видите, она распускается. У нее очень важный сейчас перец, скоро ботанизация уже идет, скоро цветение, скоро завязывание. И игрушку этими способами. Итак, сейчас мы будем подкармливать яблоню путем внесения карбамида напрямую в почву с заделкой. Первым делом, конечно, нужно освободить приствольный круг молодых деревьев, если вы держите его чистым, от сорняков. Потому что сорняки – это самый главный конкурент молодых деревьев. Они забирают очень много питания. Ну и плюс еще сорняки – это резервуар самых разных болезней и вредителей. Итак, плюшенька. Плюша. Здесь у меня помощница. Главный помощник садовода. Наша собака. Сегодня она решила составить там компанию. Итак, освобождаем приствольный круг от сорняков и делаем бороздку по приствольному кругу. Вот я сейчас прорыхлила почву. Кстати, если почва сухая, перед внесением удобрения россыпью обязательно ее нужно пролить. Иначе можно больше навредить растению, нежели принести пользу. Поскольку деревце у нас молоденькое, то на его приствольный круг пойдет где-то 15 грамм карбамида. Это столовая ложка с горкой, либо чуть ниже краев спичечного коробка. И мы сейчас аккуратненько рассыпаем. Плюшенька не трогай. Удобрение – это для растений, не для собачек. И сейчас аккуратно заделываем все в почву. Карбамид очень хорошо растворяется на самом деле. И мы стараемся приурочить вот такую вот подкормку. Ведь, согласитесь, когда у вас много деревьев, не набегаешься с ведрами. Стараемся приурочить такую подкормку к дождливой погоде. У нас как раз завтра планируются дождики. Вот. О, и сорнячок. Мы заделали все гранулы во влажную почву. Если бы она была сухая, мы бы, естественно, сначала ее пролили. Вот. Ой! Слушайте, вот вечная, кстати, проблема. Когда открываешь пакет, неловкое движение, и весь карбамид рассыпается. И потом выбираешь земли. Но у меня есть маленький, кстати, лайфхак. Мне подсказала моя очень хорошая знакомая Елена Александровна. У всех у нас остаются после моющих средств красивые бутылочки с ручечками разного объема. И я вот в таких бутылочках храню удобрения. А еще хочу поделиться. Если у вас есть возможность, вы можете на каждый колпачок отмерить, сколько там помещается удобрения. Вот. И каждый раз вы четко будете представлять, сколько удобрения вы вносите в почву. И вот в таких вот бутылочках удобрение не рассыпается, не отсыревает и занимает мало места. Вот если особенно вам куда-то в поездку, согласитесь, очень удобная упаковка. Второй способ внесения – это полив раствором карбамида. Первым делом, конечно, рыхлим приствольный круг, если он у вас чистый. У меня вот молодое деревце, и первые 3-4 года я всегда рекомендую приствольные круги держать чистыми, чтобы не было конкурентов в виде сорняков и газона, и все питание шло только дереву. А в дальнейшем можно будет запустить. Если же у вас взрослые деревья уже под задернением приствольные круги, под газоном, то как раз полив раствором удобрения – это оптимальный способ внесения. Особенно если вы перед этим немножко поухаживали за газоном, прочистили его, проперфорировали, вот, и тогда приступаем к поливу. Вот, итак, мы разрыхлили почву, убрали сорнячки, нам они не нужны, и готовим раствор. Берем наш любимый спичный коробок. Если честно, производителю удобрений давно надо продавать удобрения в комплекте со спичками, поскольку это самая универсальная мерка для удобрений для садоводов и огородников. Не прошло и минуты, как будто от удобрения не осталось ни крупиночки, все перешло в раствор. Как и в случае с заделкой в почву, перед тем, как поливать раствором удобрений, почва должна быть либо увлажнена предварительно, либо быть влажной изначально. То есть, если бы у нас была сухая почва, я бы, конечно, сначала полила чистой водой, и только потом раствором удобрения. Но вчера у нас был дождик, почва у нас влажная, и поэтому мы сейчас аккуратненько делаем бороздочку, чтобы вода не уходила далеко. Убираем затесавшиеся сорняки первые 3-4 года для растений. Потом они наращивают такую корневую систему, что им уже ни пырей, ни мятлик не страшен. Аккуратненько, чтобы все удобрение осталось именно в приствольном круге и досталось именно нашему дереву, а не газону и сорнякам вокруг него. Сейчас оно впитается, и мы дольем оставшиеся. Да у нас здесь оказывается кротовина. Ричард завалил всю службу. Кроты, с одной стороны, животные полезные, но с другой стороны, когда видишь вот такие вот тоннели под деревьями, когда у вас на газоне вулканы этой почвы, эти кочки, как-то начинаешь относиться к кротам, мягко говоря, с предубеждением. В этом случае, кстати, крот нам помог, потому что вода с удобрением ушла сразу к корням. Поступила, так сказать, прямо по адресу. Кстати, а вы знаете, что карбамид относится к самым быстро усваиваемым формам азота? Было установлено научным, кстати, путем опытным, что уже через 48 часов после подкормки карбамидом растений он уже входит в состав белка листьев. То есть он уже работает, он уже действует. Согласитесь, это очень даже хорошо, особенно сейчас. Кстати, карбамид именно идеальное удобрение, в первую очередь, для легких почв. Потому что селитры все-таки вымываются и очень быстро. Поэтому, если у вас почва легкая, вы однозначно берете карбамид. Если почвы у вас тяжелые, вот как здесь, тяжеловатая такая почва, то вы можете брать и карбамид, и селитру. Главное, вносить строго по инструкции. И тогда ни нитратов, ни излишнего избыточного роста у вас 100% не будет. А сейчас я хочу ответить на вопросы наших зрителей и подписчиков. Наша зрительница спрашивает. А если я осенью уже замульчировала перепревшим навозом под зиму, то весной еще разок нужно подкармливать азотом или нет? Я думаю, что нет. Ведь избыток всегда вреден. Но, но, если почвы у вас легкие, то тот азот, который содержался в перепревшей органике, особенно если весна была дождливая, снега было много, мог уже потихоньку вымываться. Поэтому половинную дозу на легких почвах можно еще дать дополнительно. Если же почва у вас тяжелая, зимой вы замульчировали навозом, и сейчас весной аккуратненько все перекопали, заделали в почву, то дополнительных азотных удобрений вам вносить не нужно. Следующий вопрос. Если у меня засушливый край, Молдова, я неоднократно слышала перекопки именно с целью повредить корни и заставить растение углубить их. Имеет ли это смысл? Насколько я понял логику, при засухе эти корни все равно отомрут, а так растение углубится и сможет получать воду из глубины земли. Если у вас засушливый край и есть проблемы с поливом, то я в первую очередь советую обратить внимание на деревья, на сильно рослых, на семенных подвоях. Они формируют очень мощную корневую систему, которая сама уходит довольно глубоко. Например, до 3-5 метров у яблони корни могут опускаться. Представьте себе в поисках воды. Но если у вас растение в наклоновых подвоях, и вы не уверены, дойдут ли там корни до этих грунтовых вод, то лучшим приемом, который заставит растение заглубить корни, является не подрезание их на самом деле, нет, а очень обильный, буквально одна, двухкратный за сезон полив. Дело в том, что если вы будете подрезать корни, и при этом поливать поверхностно, они все равно будут находиться в верхнем слое почвы. Ведь корни растут туда, где есть вода. Когда вы поливаете очень обильно по 5-6 ведер на квадратный метр проекции кроны, то пропитывается весь земляной ком, вся зона корней обитания глубже 20 сантиметров, и корни пойдут именно туда. Если у вас такой засушливый климат, то одного-двух поливов за сезон более чем достаточно. Здесь лучше один раз, но обильно, чем много раз, но по чуть-чуть. А подрезать корни, я считаю, что это не вариант. Лучше замульчируйте корни, корневую систему, приствольные круги торфом, компостом, корой, с тем, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя и уберечь растения от засухи, если вы не сможете приехать, допустим, их полить. Следующий вопрос. Добавил азотное удобрение. Яблони, слива, груша реально пошли в бешеный рост. Да только вот стволы росли так быстро, что кора вся растрескалась, ее просто разорвало. Семилетние деревья на выброс. Я думаю, здесь дело не только в азотных удобрениях, но и в количестве осадков, а также перепадах температуры. Просто из-за того, что вы дали очень много азота, разорвать кору вряд ли может. А вот если это сочеталось с обильным поливом или обильными дождями, тогда да. Растения очень активно впитывают воду, начинают активно утолщаться. Представьте, что вот эта кора, эта древесина, которая насыщена водой, она расширяется, она быстро растет. И кора действительно не успевает растягиваться. А если еще ночью произошли перепады температуры, то, к сожалению, да, разрывы обеспечены. То есть причина вашей проблемы, причина разрывов коры не одни азотные удобрения, а сочетание нескольких факторов. Чтобы этого не произошло, во-первых, не позволяйте почве сильно иссушаться. Особенно если в графике прогнозе погоды стоят проливные дожди. Именно после засухи, когда очень много дождя, часто бывают разрывы коры. Поэтому поддерживайте поливной режим, чтобы деревья были политы, и тогда вот эти перепады им не страшны. А чтобы перепады температуры не способствовали растрескиванию коры, я советую все-таки белить деревья до первых скелетных развилок. И есть еще один хороший прием, который используют старые садоводы, именно когда начинается такой бешеный рост. Это бороздование. Если ваши растения тронулись в сумасшедший рост, идут дожди, и вы боитесь разрывов, возьмите очень тонкий, острый, можно канцелярский нож, и нанесите на стволе несколько длинных, тонких разрезов до древесины, но не глубже, длиной 10-15 см, разбрасывая их по всей окружности ствола. Не сплошной полосой, нет. Один, чуть ниже второй, с другой стороны третий и так далее. Таким образом, вы снимете это напряжение коры, которое возникает из-за бешеного потока воды, питательных веществ, и не позволите коре растрескаться. Как только сделаете бороздование, затирайте или закрашивайте эти ранки варом, краской, бальзамом. Они заживут очень-очень быстро. И тогда ни одно дерево от вас не уйдет. Подкармивайте свои растения правильно, по инструкции, ничего слишком. И поверьте, лучше чуть-чуть не докормить, чем дать избыточную дозу. И тогда ваши сады будут долгие-долгие годы радовать вас цветением, плодоношением и просто красивым здоровым видом. Ну и вам, конечно, тоже процветание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч на Процветке. С вами была Юлия Кондратенок.